Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко сообщили новость, они собираются в отпуск. Рапунцель пишет в своем блоге, я сомневаюсь в Диме и узнаю его настоящего, когда мы полетим в отпуск. Мне даже интересно, как он будет себя вести за периметром. Хочу сказать сразу, что в глазах у меня не только деньги. Но я искренне считаю, что мужчина должен дарить подарки. Катя, Король и Денис Козлович помирились и решили начать все с чистого листа. Денис о Кате заботится, она простыла и он заказал ей экзотические фрукты. Катя возмущена недоверием коллектива, ребята не понимают, почему у Кати с Денисом до сих пор нет близости. Но Король никому свои чувства доказывать не собирается и не считает, что все должно происходить быстро, всему свое время. Тимур Гарафудинов работает помощником Наде Ермаковой. Вчера они вместе с Надей снимали новости Дома-2, после чего приятно общались за чаепитием. Женя Кузин продает автомобиль. К процессу продажи он подошел очень продуманно. Сначала он прилюдно рассказывал, что машина плохая, что она после ремонта и стоит не больше 300 тысяч рублей. На ней даже ездить толком нельзя, ее постоянно чинили, а теперь продает за 650 тысяч. Илья Ебаров защищает от нападок коллектива новенькую Элину, ту самую, которая пришла на проект с заявлением, что ее ребенок от Глеба Жемчугова. Потом она попросила прощения за клевету и ей назначили неделю исправительных работ на кухне. И вот ради Элины Илья разругался со всем коллективом и бросил Руслану Мишину. Он собирается объявить себя с Элиной парой. Семен Фролов, который стал участником проекта на съемках субботнего ток-шоу, проводит время с Татой Абрамсон. Они вместе выезжают на прогулки, она готовит ему обеды. На поляне подрались Алекс Гулиев и Андрей Черкасов. Это произошло из-за которая нравится обоим. В итоге ребята в спортзале словесно разобрались и даже помирились, хотя изначально собирались переломать друг друга. Подписчики раскритиковали фотографию Ольги Бузовой на вручении премии «Самые стильные». Вот некоторые из комментариев. Платье сзади красивое, но спереди как сорочка из тюля. Платье ничего, но поза как будто чешет рукой в одном месте. Бывшая участница Света Торба обратилась к продюсеру «Дома-2» Алексею Михайловскому с просьбой убрать с проекта неадекватного участника Илью Ябарова. Оказывается, Илья продолжает оскорблять женщин не только в периметре, но и за его пределами. Светлане до сих пор приходят от него оскорбительные и угрожающие сообщения. Саша Задойнов попросил фанатов своей группы не оскорблять Элину Камирен, с которой у них сохранились хорошие отношения после расставания. Он написал, «Никто не имеет права унижать маму моей дочери, как бы не развивались наши отношения. Я понимаю ваше желание защитить меня, но Элина всегда будет мне близкой и родной». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!